И мы потренировались в студии, мы поработали с картинкой, мы плотно поработали, мы разделили эти два саундтрека, мы заработали и наконец приехали в завод. Сейчас внимание на экран. Свет выключу. Свет выключу. Волшебным резонатором, который все связал. Там мы все окончательно поняли. Вы удивлялись, конечно. Удивлялись. В общем, вот такие... Мы сели так же в круг, как и в фойер. Мы и сейчас играем этого проекта. В спектакле играем все эти в круг, и нам нужна площадка-трансформер. Помещение дает чуть больше, чем самим инструментом. Участвует в процессе полноценный. Наш гитарист сказал, что замок дал больше, чем просто помещение. Это как еще один инструмент оценный участвующий музыки. Я выходил из замка, ходил вокруг него, и там рядом кладбище, метров пятидесяти. И за кладбищем, и за границей я часто ходил мимо кладбища, на кладбище находил. Вот, в общем, елял. Все, что есть, в зал. После этого игралось по-другому. Как подохладно. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вау! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ну, собственно, мы записали музыку... Мы записали музыку и одновременно с этим я шел по следу, погружаясь в эту историю с контекстом и понял, что вот это великое и ужасное гигантское кладбище не дает мне никаких шансов. Этот проект перестает быть музыкальным. То есть это не просто посвящение не снятым фильмам, саундтреки не снятым фильмам. Я не могу этим ограничиться. То есть я должен сказать об эпохе, о феномене, обо всем, о том, что узнал. Потому как к этому времени я уже побеседовал с разными-разными людьми, участниками, героями тех событий и много чего себе представлял. И я понял, что этот проект должен быть познавательно вдохновляющим. Собственно, те 20-летние, которые с легкостью брали Канны и Венеции, должны кое-что сказать нынешним 20-летним, молодым, прекрасным, но еще не пуганным. Это значит какие-то документы, какая-то информация. То есть это просто масштабный поиск. Но я ничего не знаю, кто я, чтобы говорить о том, что это 100 самых важных фильмов. И, кстати, при всем при том, что советское кино и космос в 60-е годы легло в мировую копилку, как некоторые страны в некоторые времена в мировую копилку кладут что-то важное. Баухаус в 20-х годах положила Германия, Англия – музыку в 60-х, Америка – силиконовую долину принесла в 90-е годы, а наши дали космос и кино. Но вот нет портала в стране, где бы были собраны сотни самых важных для просмотра фильма для молодого человека, как вот то, что было сделано. Субтитры создавал DimaTorzok